МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Республиканской фиджитал-футбольной лиги. День здоровья в КФУ. Спартакиада вузов по мини-футболу. Заключительный тур КФУ КГСУ. Начнем, как всегда, с Акбарса и Рубина. Команда Белили-Динова стремительно идет в финал Кубка Гагарина. А вот у Рубина ситуация 50 на 50. Обо всех матчах расскажет Рустам Габасов. Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. С вами Рустам Габасов, и мы продолжаем обозревать матчи Акбарса и Рубина. Давайте начнем. Акбарс продолжает уверенно идти к финалу Кубка Гагарина. 3 апреля зеленые проводили вторую встречу в серии с омским авангардом. Первый период был богат на опасные моменты, обе команды активно играли в атаке. Сначала нападающий авангарда Сергей Толчинский попадает в каркас ворот, а затем его коллега из Акбарса Кирилл Петров упускает верный шанс отличиться. На 17-й минуте матча счет все-таки открыли ястребы. Дальним броском Виктор Светберг распечатывает ворота Тимура Белялова. Во втором периоде омичи выглядели увереннее. Много бросков они наносили, и на 9-й минуте второго отрезка Рид Буше удваивает преимущество авангарда. Радулов решил замотивировать свою команду и затеял драку с Виктором Светбергом. Игроки получили обоюдное удаление на 2 минуты. И в ситуации 4 на 4 выход 2 в 1 не реализуют игроки Акбарса, а шайба дальше выходит из зоны, и в ситуации 2 в 1 оказываются амичи. Алекс Бродхерст принимает передачу от Толчинского и забивает третью шайбу ворота Акбарса. Ситуация для подопечных Белялединова была тяжелая, однако игроки не думали так просто отдавать матч авангарду. На 7-й минуте финального отрезка Артем Лукаянов отыгрывает одну шайбу для своей команды после хорошей комбинации. Зеленые создавали много моментов, но реализовать их не получалось. За 3,3 секунды до конца матча вторую шайбу Акбарса забивает Дмитрий Юдин. Это первый гол защитников Кубки Гагарина в карьере. Времени уже не оставалось, и финальная сирена сигнализирует победу авангарда. Дальше серия перешла в Омск. 5 апреля команды провели первый матч на G-Drive-арене. Первый период забитыми шайбами не ознаменовался. А вот во втором команда Михаила Кравица смогла счет размочить. Рид Буше выводит свою команду вперед. В третьем отрезке игры авангард продолжил активно наседать на ворота казанцев. И на шестой минуте после скидки Буше на бедочок Владимир Ткачев удваивает преимущество мячей в данном матче. В очередной раз Акбарс в роли догоняющих. Однако это их не смущает. И на 15-й минуте Никита Евсеев дальним броском забивает шайбу и сокращает отрыв. Спустя всего три минуты после броска Евсеева капитан зеленых Александр Радулов сравнивает счет в матче. Игра перешла в овертайм. Дополнительное время команды обменивались бросками по воротам, но забить удалось казанцам, а именно Вадима Шипачева с передачи Дмитрия Кагарлицкого. 2-3. Акбарс выигрывает в первом матче в гостях. В следующем матче обе команды были решительно настроены на победу. Много бросали как Акбарс, так и авангард. Но отличиться никому не удавалось. В самом начале второго периода Акбарсу удается открыть счет, но судья фиксирует нарушение у Воронкова на вратаре омичей. И шайбу отменили. В концовке матча казанцы забивают шайбу и на этот раз ее засчитывают. Дмитрий Воронков выводит Акбарс вперед с передачи Петрова. 0-1. С минимальным преимуществом выигрывает зеленый и забирает две игры из Омска. Серия вернулась в Казань. Акбарс в шаге от выхода в финал. Зеленые начали прессинговать с первых же минут. На первой минуте Радулов упускает верный момент открыть счет в матче. Продолжали активно играть в атаке казанцы, но отличиться никому не удавалось. А как известно, не забиваешь ты, забивают тебе. Мощность синей линии бросает Алексей Береглазов и выводит свою команду вперед. Первым же ударом в створ, а вангар открывает счет. Дальше команда из Омска оказывается в большинстве, которым она успешно пользуется. Рид Буше забивает вторую шайбу для мячей. Во втором периоде ситуация поменялась и уже транжирили свои моменты авангард. Сергей Толчинский не забивает выход один на один, а также хороший шанс имел Якупов. В финальном отрезке Акбарс на первых секундах одну шайбу все-таки отыгрывает. Дмитрий Юдин дальним броском поражает ворота Демченко. Обе команды много бросали, но хорошо играли Белялов и Демченко. Не давали они поразить свои ворота. На 13-й минуте периода Кирилл Адамчук решается на бросок и оказывается точным. Акбарс равнивает счет в матче. Далее произошел очень спорный момент. Илья Сафонов забивает третью шайбу для зеленых в матче. Однако тренер авангарда Михаил Кравец запросил у арбитров пересмотреть данный момент. Судейским решением было принято шайбу отменить за толчок вратаря. Основное время подошло к концу. 2-2. Нас ожидало дополнительное время. Сценарий игры напоминал третий матч команд. Акбарс выглядел лучше в овертайме. И на 8-й минуте Вадим Шипачев после отскока забивает победную шайбу для казанцев в данном матче. 3-2 в матче и 4-1 в серии. Акбарс в пятый раз в своей истории выходит в финал Кубка Гагарина, где будет ждать своего соперника из пары ЦСКА-СКА. А у Рубина дела обстоят похуже, чем у своих коллег из хоккея. Долго не может одержать победу команда, а на пятки наступает Енисей. 7-го апреля команда играла в гостях против Волгари. Первый тайм ничем примечательным не запомнился. Команды пробовали создавать моменты, но забить никому не удалось. Во втором тайме Муткульбаев выпустил лидеров Рубина. Вышли Лисакович, Кабутов, Олег Иванов. Также попробовали свои силы Михаил Костюков. Но даже этого не хватило, чтобы забить мяч. Как итог, очередная, уже четвертая подряд ничья Рубина. Команда набирает очки, но победить казанцам никак не удается. А на этом все. Далее нас ожидает финал Кубка Гагарина в хоккее и последние матчи в футболе. Продолжаем следить за выступлениями наших команд. Развязка сезона уже близко. Далее поговорим об открытии республиканской фиджитал-футбольной лиги. Напомним, что такие соревнования в Татарстане проводятся впервые. О том, что ждет спортсменов в ближайшие дни игр, смотрим в сюжете с Софьей Вороновой. Сначала сыграть в ФИФУ на приставке, демонстрируя свои цифровые скиллы, затем выйти на поле и показать уровень физической подготовки. Такая возможность выдалась для восьми вузов и колледжей Республики Татарстан, в том числе и для Казанского федерального университета. 6 апреля дан старт первым соревнованием молодежной фиджитал-футбольной лиги, которое будет проходить до 17 апреля. На церемонии открытия было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Федерацией футбола Республики Татарстан, Федерацией фиджитал-спорта Республики Татарстан и Казанским инновационным университетом имени Тимирясова. Это сотрудничество направлено на развитие фиджитал-спорта в целом и фиджитал-футбола в частности. В первый день в IT-парке имени Ромеева сборные делились на две группы по четыре команды, затем проводилось два матча для каждой группы. Спортсмены играли в ФИФУ в режиме Вольта. Площадка для игры в таком режиме наполнена разными визуальными эффектами. Основным судьям судить игры помогали школьники или по-другому юные судьи, ученики старших классов, для которых данный процесс был подготовительным этапом к профессиональной деятельности. Игроки показали свою заинтересованность и азарт. После каждого забитого гола зал наполнялся криком от удачно сыгранной тактики. Победившая в лиге команда поедет на отборочный этап в город Волгоград, где выберут претендентов для участия в мае в городе Казани в международных фиджитал-футбольных соревнованиях. Софья Воронова, неделя спорта. В Казанском федеральном также прошли соревнования по фиджитал-футболу. Они прошли в рамках Всероссийского дня здоровья. Впервые сборные институтов соревновались как на поле, так и в виртуальной игре. Наша съемочная группа побывала на соревнованиях и сейчас расскажет обо всем в своем сюжете. Что будет, если совместить виртуальный футбол с настоящим? Получится интересный коктейль, где физические навыки стоят наравне с игровым скиллом спортсмена. А называется эта смесь фиджитал-футбол. Необычный турнир прошел в Униксе в рамках Дня здоровья. Соревнования проходили в два этапа. Сначала в компьютерной игре, а после на поле. Все заработанные виртуальные голы учитывались в реальном мини-футболе. В соревнованиях приняли участие 16 команд из разных институтов. В матче за третье место схлестнулись команды юридического факультета и института математики и механики имени Лобачевского. В виртуальной части фаворитом был Мехмат. Благодаря слаженной игре он смог заработать преимущество и выйти на поле с отрывом в 1 очко. 2-1. В реальной же игре их идиллия длилась недолго. На второй минуте юрфак сравнял счет и продолжил упорно атаковать противника. Мехмат не справился с отпором и пропустил два мяча в свои ворота. Второй тайм начался с атак Мехмата. Одна из попыток пробить оборону соперников получилась. Однако все последующие были безрезультатны. Первую половину тайма ни одна из команд не могла провести успешную атаку. Но все изменил гол игрока Мехмата, реализованный с середины поля. За ним последовал идентичный гол от юрфака. До конца тайма команды поочередно перехватывали инициативу, что привело к напряженной серии пенальти. Здесь сборные также шли нога в ногу, но ошибка вратаря поставила точку в этом противостоянии. Матч окончился победой юридического факультета со счетом 7-6. Команда я доволен на 8 из 10. На самом деле в ФИФУ мы часто гоняем, а футбольщик чуть-чуть. В финале столкнулись команды Института физики и Института управления экономики и финансов. Эконом начал матч в статусе фаворита и доказал это на первых же минутах. В виртуальной части он взял инициативу и сразу заработал два безответных очка. На поле же команда Эконома закрепила превосходство и на первой минуте забила мяч. Отличная оборона, через которую физиков не получилось прорваться, обеспечила отрыв от соперников на три мяча. Последующая атака Эконома также прошла успешно, а физики путем контратаки забили ответный гол. Во втором тайме было заметно, как устали физики. Серия безуспешных атак вымотала их и подкосила командный дух, что негативно отразилось на игре. Эконом все чаще проходил их оборону, а во второй половине тайма реализовал очередной гол. Физики уже не надеялись на победу, но они сдавались до последнего. На последних секундах Эконом забил финальный гол и поставил жирную точку в этой встрече со счетом 6-1. Эконом становится чемпионом. Серебро забирает институт физики, а заслуженную бронзу получает юридический факультет. Поздравляем! Вадим Выборнов, Екатерина Торопова. Неделя спорта. Помимо фиджитал-футбола в рамках Дня здоровья состоялся очередной этап спартакиады студентов и аспирантов КФУ по плаванию. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Бустан». Более подробно об очередном этапе спартакиады расскажет Игорь Озеров. Всемирный день здоровья не прошел мимо Казанского федерального университета. В рамках данного мероприятия прошли соревнования спартакиады студентов и аспирантов КФУ по плаванию. Участие принимали как студенты, которые давно занимаются плаванием, и те, для кого это отличная возможность заняться полезным для здоровья делом. Примечательно, что хороший результат дает возможность студенту попасть в сборную КФУ и выступать на региональных соревнованиях. Заплывы проходили на дистанцию 50 метров вольным стилем. Студенты сами выбирали, какими способами им плыть. Кролем, брасом, на спине или бутерфляем. Сначала на дорожке выходили девушки, потом мужчины. Результаты одиночных заплывов также учитывались для вынесения результатов командного разряда. Среди девушек самой быстрой оказалась Арина Байкова с результатом 29,22 секунды. Второе место заняла Александра Хухарева со временем 30,44 секунды. И бронза у Дарьи Мишанины с результатом 30,46 секунды. Среди парней самым быстрым пловцом оказался Арина Назипов со временем 24,38 секунды. Серебро забрал Павел Фомичев с результатом 24,95 секунды. А третье место занял Тимур Хуснудинов с результатом 25,91 секунды. После подсчета всех результатов первое место занял Институт управления экономики и финансов. Серебро у Института международных отношений. А почетное третье место занял Институт вычислительной математики и информационных технологий. Рустам Габасов, Игорь Озеров. Неделя спорта. Спартакиада вузов по мини-футболу подошла к завершению. На прошлой неделе сборной КФУ оставалось сыграть матч с архитектурно-строительным университетом и ждать результатов параллельных матчей, чтобы попасть в первую тройку. О том, как все в итоге сложилось, далее расскажет Мария Колфилд. Вот и подходит к концу спартакиада по мини-футболу. В своем финальном матче КФУ вышли на поле с командой Кагасу. Как сказали сами участники сборной КФУ, эта игра ничего не решала, но хотелось уйти с победой. Первым счетом был Даниил Ястребов, забив мяч в ворот к Кагасу на третьей минуте. Однако противники не собирались отставать и на седьмой минуте сравняли счет. А на одиннадцатый Абдулла Хазаб вывел команду вперед. Первый тайм закончился со счетом 1-2 в пользу Кагасу. По второму тайму напряжение возросло. Участникам не всегда удавалось сохранять спокойствие. Игроки Кагасу старались придерживаться намеченной тактики. И казалось, что уступать с места лидеров на поле точно не будут. Долгое время команды шли на равных, не пропуская мяч в ворота, но спокойствие нарушил капитан команды КФУ Денис Давыдов, забив гол на 32-й минуте. Следом за ним серии точных ударов. Даниил Ястребов забивает три мяча в ворота Кагасу. На 39-й минуте, когда архитектурно-строительный университет снова пропускает мяч, кажется, что точка на этом поставлена. Однако на последних секундах Даниил Завасову все-таки удается забить команде КФУ. Матч закончился со счетом 6-3 в пользу КФУ, которые хоть и заняли четвертое место в турнирной таблице, но зато вышли победителем. На этом все. Это была неделя спорта и ее ведущая Екатерина Торопова. Еще увидимся. Продолжение следует...